В сентябре новое письмо о том же. Унижено, мой государь, прошу, не ради себя, но ради повышения имени монаршеского. Кауниц беспрестанно говорит, когда пришлют деньги. Хотя бы на первый год исполнить обещание и прислать ему деньги. От этого-то дела наши так и коснеют. Сам изволишь рассудить. Слишком год посулино, а ничего к нему не прислано. Как можно им впредь нам верить? Когда Паткулю дали об этом знать, то он отвечал, что действительно обещал Кауницу ежегодное жалование, но с условием, что император будет помогать царю. Услуги Кауницы известны, за что же ему платить жалование. Паткуль был прав, но прав был и Голицын, доносивший, что Паткуль ничего не сделал в Вене. Голландский двор, биржа всей Европы. Надобно там иметь людей способных и сведущих, писал Паткуль в 1704 году. Но Петр знал это гораздо прежде. Еще до начала Шведской войны отправил в Гагу Андрея Артамоныча Матвеева, сына знаменитого боярина Артамона Сергеевича. Матвеев начал с жалобами на свое печальное житье в Гаге. 9 февраля 1700 года он писал Головину. Здравия Твое, моего милостивца и Государя, купный со всечестнейшим домом Вашим. Всякого блага промысленник и податель Отец наш Вышний да удолго летствит во всякое благополучие неотъемлемым своим божественным благословением, чего Тебе, моему милостивому Государю, яка самому мне, выну усердствую. Жизнь моя зело здесь многоскучная и многоскорбная. Гора Венгага – самый скучный город. И люди зело не человеколюбные, а к дарам ласковые, к приезжим малое любительство имеют. Только в своих повседневных утехах забавляются. Наймы дворовые, не сказано, каковы дороги. С великою ходьбой, едва думая месяца, двор мог нанять по 35 рублев на каждый месяц, и то посредственный, а нарочитый по 700 и по 800 на год рублев. А едучи с домишком через дальний путь, до конца истощился, а жалование мне. Две тысячи рублей учинено против здесь пребывающих иных министров, самое малое. Чем год проживать, ум мой не достигнет. А с деревнишек в ряд отправлять на лежащее великому государю подати, а не свои избытки. Умилосердися, отческий, при милостивый государь-батька, над сиротством моим. Донеси при милосердому нашему государю слезное мое челобитие, чтобы он презрил на бедность мою и повелел, хотя на покупку кареты и лошадей, и на корм ко мне прислать. Чтобы не на стыд при здешнем моем пребывании было житье мое. А тебе известно, что Гага, Кумит или Соединение имеет всех в себе наций послов в резиденции. А мне разве в затворе сидеть перед всеми? 2 марта штаты прислали сказать Матвееву, что передал своему государю их покорную просьбу не помогать датчанам на шведа, потому что и Швеция, и Россия с ними в дружбе, и они не хотят видеть войны между своими приятелями. Петр велел отвечать штатам, что он из дружбы к ним не хочет вступать в войну с шведами, если только с их стороны не окажутся какие-нибудь неправды. Штаты обратились с новую просьбой, чтобы царь подарил Европу миром, послал грамоту к союзнику своему королю польскому с увещанием прекратить войну, начатую несправедливым нападением на шведские владения. В августе Матвеев получил от своего двора приказание объявить штатам список обид, нанесенных Россией и Швецию, и что за эти обиды никакого вознаграждения не последовало. Известие об осаде Нарвы русскими войсками произвело сильное неудовольствие в Голландии. Матвеев писал государю. В статском собрании великое неудовольствие учинили нынешние вести, будто вы начали с шведом войну, и слышу о премногих обученных войсках ваших и о собрании денежных приходов, чему прежде здесь никогда не верили, очень тому не ради. Также очень неприятно им нынешнее строение у Архангельска ваших кораблей, отчего опасаются ущерба своему купечеству. Головину Матвеев писал. «Все министры о начатии войны беспрестанно меня спрашивают. Я отвечаю, что дело невероятное. Никакой ведомости о том ко мне нет. И тем неведением здесь не без зазора». Английский посланник именем своего короля Вильгельма Третьего объявил Матвееву, чтобы царь учинил некоторый армистициум в войне шведской, а он, король, принимает на себя роль посредника. Матвеев повторял царю в своих донесениях. «Нынешняя война ваша со шведами штатом очень неприятна, и сей Голландии весьма непотребна, потому что намерение ваше взять у шведа на Балтийском море пристань, нарву или новые шансы. Где они сойдутся, постоянно толкуют. Если пристань там у него будет, то не меньше француза надобно нам его бояться. Отворенными воротами всюду входить свободно будет». Штаты находятся в очень затруднительном положении, потому что по союзному договору обязаны подавать шведу помощь, но если и подадут эту помощь, то нарушат дружбу с вами. «Больше всего боятся того, что у купцов их много товару в Риге, Нарвии и Ревеле, и хлеб, который дал им швед вывезти из своих городов, весь лежит теперь в Ревеле. Если вас прогневать, а вы эти города возьмете, то их товары безвозмездно погибнут». Купечество здешнее английское не прочь, чтобы этим городам быть за вами, и я сколько могу обещаю им большую свободу в торговле, если города эти будут за вами, и успокаиваю их всячески, чтобы только они не помогали шведу и не принуждали к тому штатов своим докучным прошением. На днях был у меня Витзен с просьбой, чтобы вы, по милосердию своему к амстердамским купцам, приказали отдать им хлеб, который теперь в Ревеле, ибо они уверены, что этот город будет в ваших руках. Приехал в Гагу король Вильгельм III. Долго разговаривал с Матвеевым при всех иностранных министрах, вспоминал с великой похвалой о Петре, о его высоком разуме, о мудрой правительственной деятельности в такие молодые годы, о многочисленных войсках, как они собраны и обучены. Жалел, что нынешний поход предпринят в жестокое осеннее время, не забыл упомянуть, что ливонские города Истари принадлежали России. 14 декабря пришла в Гагу весть о нарвском поражении и произвела несказанную радость. Матвеев писал Петру, «Шведский посол с великими ругательствами сам, ездя по министрам, не только хулит ваши войска, но и самую вашу особу злословит. Будто вы, испугавшись приходу короля его, за два дни пошли в Москву из полков, и какие слышу от него ругания, рука моя того написать не может. Шведы здешними, как могут, всяким злословием поносят и курантами на весь свет знать дают не только о войсках ваших и о самой вашей особе. Здешние господа ждут мира, потому что лучшие ваши войска побитые и генералы, пущие промышленники, взяты в полон. Каких людей сыскать трудно, и солдат таких вскоре обучить невозможно». Головину Матвеев писал, «Жить мне здесь теперь очень трудно. Любовь их только на комплиментах ко мне, а на деле очень холодны. Обращаюсь между ними как отчужденный, и от нареканий их, всегдашнего нестерпимую, снидаюсь горести». Горесть увеличилась, когда штаты прямо объявили Матвееву, что по старым союзным договорам, теперь обновленным, они обязаны во всем помогать Швеции. «О с наменением их король английский николи не разлучится», доносил Матвеев. В начале 1701 года он потребовал от голландского правительства, чтобы оно, соблюдая древнюю дружбу с царским величеством, не велело принимать от шведского посла мемориалов противных достоинству монарха русского, и запретило подкупленным от шведа журналистам, курантистам, печатать всякие нистовые хулы на особу царя. Получив от своего двора подробные сведения о нарвской битве, Матвеев подал штатам мемориал, который, по его словам, произвел свое действие. «Зело удивились непостоянству и лживой перемене шведов в постановлении перемирия с нашими генералами, и здесь во весь народ то отозвалося к великому бесславью шведу». Шведский посол Лилиен Рот заказал написать на французском языке замечания на мемориал Матвеева, и заказ был выполнен согласно с желанием заказчика. Замечания написаны ловко и зло. В Голландии и Англии сначала сильно хлопотали о мире между Россией, польским королем и Швецию, чтобы можно было употребить шведские и саксонские войска против Франции. Но когда получены были вести о сближении шведского короля с Францию, то взгляд переменился. В марте 1701 года Матвеев доносил «Желают здесь продолжения войны у вас со шведом, боясь, чтобы Карл XII не заключил союза с Францией и не разорил немецких земель, как отец его в союзе с французом разорил Бранденбургию. Шведский министр неотступно домогается у штата в помощи королю его. Штаты отвечали ему, что они обязаны по союзным договорам помогать его королю на западе, а не на севере, потому что география разделяет Стокгольм от Ливонии, и они не обязаны туда помощи посылать. Голландцы находились в большой тревоге. Война с Францией за испанское наследство была неизбежна и требовала огромных усилий, а тут швед требует по союзным договорам помощи, требует 300 тысяч талеров. Матвеев представляет, что нельзя Голландии давать помощь одной из воюющих сторон, когда она взялась быть посредницей. Швед настаивает, чтоб или дана была немедленно помощь, или дан был решительный отказ. И в этом последнем случае грозит вступить в союз с Францией, и в то же время шведы распускают слухи, что царь Петр сошел с ума. С другой стороны, французский посол в Гаге ласкается к Матвееву, домогается свободной торговлей для французов у Архангельска, что сильно не нравится голландцам. Шли толки, что царь вступает в союз с Францией из боязни, чтоб Людовик XIV не поднял султана на Россию. В начале июля приехал в Гагу Вильгельм III. На аудиенции, которые имел у него Матвеев, король обещал прилагать все способы к благопостоянству дружбы с царем. Приказал донести Петру, что перешлется с кульфюрстом Бранденбургским насчет посредничества и постарается привести дело к лучшему порядку. Эти дальние обещания и общие фразы не значили ничего. Петр в глазах Вильгельма был побежденный государь варварского народа, наказанный за дерзкое предъявление прав на могущество и цивилизацию. Вильгельм холодно обходился теперь с Матвеевым, ласково с шведским послом, и Матвеев поспешил донести Петру. Известился я подлинно, что король внутренне к вам не склонен и во всем приятель добрый и надежный шведу. Но эта добрая и надежная приязнь не простиралась также далее ласковых слов. Когда шведский посланник начал и у него требовать помощи, то он обратился к нему спиною и сказал своим «Время о себе думать, а не чужим помогать». Из всего было видно, что если английское и голландское посредничество не поведет ни к чему, зато России нечего бояться, что эти морские державы дадут помощь шведскому королю. Матвеев особенно прославлял услуги Витзена. «Господин Витзен ваш истинный верный служитель во всем. Надежнее его из голландских персон к стороне вашей здесь нет. Будучи президентом штатов, шведский посол прямо жаловался на него пенсионарию, ссылки помощи и денег шведу, о чем я неотступно ему докучал письмами из Гаги. От этого теперь он в большом подозрении у штатов. Шведский посол прямо жаловался на него пенсионарию, что он вам прямой доброход, ружье тайно к Архангельску из Амстердама пропустил. Посол объявил пенсионарию имена тех купцов, которые ставили вам ружье и другие воинские припасы, и пенсионарий писал Витзену за это укорительное письмо. Поставщиками ружей для России были Гаутман и Бранд, которые с помощью Витзена тайком вывозили их из Голландии в Любек, откуда морем в Россию. Бранд посещал Матвеева тайком, потому что шведы всюду его искали убить. Матвеев приискивал также слюзных мастеров, каменщиков с их учениками, художников шпажного железного дела. В начале 1702 года Матвеев донес царю, что штаты дали денег шведскому королю. По этому случаю он имел разговор с пенсионарием, который объяснил, что по союзным договорам штаты обязаны посылать деньги шведу, но по дружбе к царю не посылали до сих пор, теперь послали несколько тысяч талеров, но не на помощь против русских, а в виде подарка, как и английский король ему послал по той причине, что король французский всячески привлекал его с собою в союз и обещал многие миллионы, лишь бы только швед оставался нейтральным и продолжал войну с Россией. Пенсионарий окончил свою речь уверением, что штаты не дадут больше шведу денег, ни гроша на продолжение Северной войны и будут по-прежнему употреблять все старания, чтобы доставить царю выгодный и честный мир, благодаря которому в обоих государствах и в России, и в Швеции торговля их усиливалась бы. Пришел черед и Матвееву объявлять иностранным министром и в куранты вносить об успехах русского войска в Ливонии. Пенсионарий поздравлял его с этими успехами и выражал надежду, что теперь Швец склонится к миру с Россией и Польшей. Сердцем высказывал пенсионарий, что труды штатов к примирению на севере до сих пор оставались тщетными, потому что шведский король не только не допускает к себе их министра, но отослал его от себя в Ригу, а оттуда принуждает ехать в Стокгольм. Желая доставить войскам своим хорошую школу и заставить Англию, Голландию императора, хлопотать в интересах России, имея также большую нужду в деньгах, Петр писал Матвееву, что предложил штатам за деньги отряд русского войска на помощь против французов. Матвеев отвечал, «О перепуске войск ваших за деньги господам статам усердно родить буду, а вскоре того учинить нельзя для того, чтобы они больше пожелали сами того, нежели мне их о том просить. А если мне явно набиваться, тогда за малую цену или за ничто похотя тот со мною трактат учинить». Штаты отклонили предложение, объявив, что войска их, как сухопутные, так и флот, укомплектованы уже и потому договор должен быть отложен. Но было явно, что голландцам не нужны были русские войска, потерявшие при Нарве репутацию, потому что штаты не переставали домогаться у Карла XII шведского вспомогательного отряда. Летом приехал в Гагу инкогнито прусский король Фридрих I, которому хотелось быть штатгалтером голландским на место умершего Вильгельма III. Матвеев писал о своих отношениях к нему. «Я нахожусь при дворе его безотлучно. По наружности он ко мне чрезвычайно милостив и разговаривает со мной часто по латыни. А вас отзывался с великим почтением, как вы изволили сами видеть свет не по прежнему обычаю, и потому свое государство во всем мудро обновили и науку позволили, что прежде подсмертную казнью было заказано, и повелели своим подданным ездить по свету свободно, а если бы вы не были сами везде, то все так бы не управилось». подсмертно, подсмертно, что вы не что вы Продолжение следует...